Надкусываем верхушечку, смачиваем слюной и, не отрывая от ботвы, добавляем в коктейль. А не в жопу сейчас засовываем, потому что сегодня мы готовим приятные, освежающие летние коктейли с огурцом. Опробовать их будут Виталий Попов и Феникс Огурцов. На нашем канале, который называется Едим ТВ, если кто не в курсе, уже был примерно миллиард коктейлей с огурцом. На вскидку вспоминаются Green Beast с абсцентом, огуречный водкокулер, Егермайстер с огурцом и спрайтом, Venceremos с кунжутным маслом, готовил Женя Шашин, помнится, и вообще много-много других. Их там было, я не знаю, наверное, десяток точно. И практически всегда эти коктейли пользовались популярностью у наших дегустаторов, потому что огурец, он делает все лучше. Господи, даже банальный джинтоник с огурцом, это лучше, чем просто джинтоник. Так что сегодняшний выпуск я решил посвятить коктейлям с огурцом. Про историю того, кто изобрел огурец, я рассказывать не буду, она засекречена, и оригинальный рецепт огурца знают только два человека в мире. Так что сразу переходим к коктейлям с огурцом, как только вы поставите лайк. И начнем мы с коктейля огуречный колленс. Он такой освежающий, летний, собственно, все сегодня практически такие. Коктейль с джином, либо водкой, лаймом и, конечно же, огурцом. Очень просто готовиться. Но первое, что нам нужно сделать, это приготовить огуречный сок. Нет ничего проще. Вы берете обычный блендер, накидываете туда на разрезанных огурцов и блендерите до тех пор, пока это все не превратится в огуречный смузи. После этого отцеживаем с помощью обычного барного сита. Ну, если было бы большое, сито было бы удобнее. И вот у нас получается 150-200 мл огуречного сока. Хорошего, зелененького. Теперь к коктейлю. Он готовится в шейкере. И в шейкер мы добавляем наш огуречный сок, 15 мл. Планка среднего лайма, разрезанная на четвертинки. Простой сахарный сироп, который там один сахар, одна вода. 30 мл. Мадлим немного, чтобы из лайма вышел сок и всякие эфирные масла. Теперь добавляем либо водку, либо джин. Либо можно, кстати, использовать джин или водку, настойную на огурцах. Спасибо сайту looing.ru. 45 мл. Наполняем шейкер льдом. И шейкуем страстно, посвящая этот шейк. Мир во всем мире и вот этому комментарию. Наполняем бокал хайбол льдом. Отцеживаем полученный коктейль через сито. И добавляем газировкой. Примерно 90 мл. Или сколько влезет в бокал. Еще немножко перемешиваем. И украшаем такой вот ленточкой огурца. Коктейль готов. Дегустаторы приглашают его попробовать. О, наверное. Спасибо. Я так долго ждал выпуска с огуречными коктейлями. Это то, что надо в летнюю жару. В летнюю жару, в 2 часа дня, в пятницу. И все такого. Ничего. Просто у нас сегодня пятница пораньше начинается, чем в встал. Ну, а у них вторник 11 утра. И что теперь? Ну, может, и кто-то в пятницу будет смотреть в 2029 году. Конечно, это Т-800 будет смотреть. Короче, коктейль божественный. Я не устану говорить, что огурец делает любой коктейль практически лучше. Это примерно как любой алкоголь можно пить с тоником. Также практически любой коктейль можно пить с огурцом. Мне кажется, если огурец добавить в какой-нибудь негроне, и будет там кукумбироне на коктейль, например. Ну, это тут вопросик, конечно. То я не думаю, что будет плохо. Просто есть коктейли, в которых свежесть такая. Либо овощные какие-то вкусы, либо свежесть. Огурец, в принципе, он не особо овощной, он больше вот именно в свежести нейтральной. То есть, он слаймом хорошо, с этими вещами. Какой-нибудь там бузина будет у нас попозже. А если говорить про какие-нибудь коктейли классических, они более такие темные, не только по цвету, а вот именно такие более плотные, более крепкие. И я не уверен, что там огурец подойдет, но может как-нибудь попробовать. Да. Отличное сочетание ингредиентов, просто классика. Я не знаю, что еще добавить. Ну, потому что... Что это? Еще огурца добавить. Еще огурца, да. Чтобы больше силы земли было, да? В принципе, кстати, можно необязательно делать этот сок огуречный. Вы можете просто пару кусочков огурца, как я обычно делаю, да, закинуть и подавить вместе с лаймом в данном случае. Но это уже... Не знаю, я бы, наверное, все-таки заморочился. То есть, если ты делаешь для себя любимого одну порцию коктейля, да, то в целом можно просто помадлить. И если у тебя там компания друзей, там 3-4 человека, и вы там собираетесь хотя бы парочку, каждую, ну, каждую из вас парочку таких коктейлей выпить, то мне кажется, лучше один раз заморочиться, потратить там 10 минут. Ну, можно тогда уже и базу сделать. Или заставить кинтов помадлить просто. Да. Все сидят и матлят твои огурецы. Коктейль этот был все еще алкогольный, несмотря на то, что легкий. А если вы хотите безалкогольный, то смотрите дальше. Огуречно-имбирный физ. Кюкомба-джинджер-физ. Это вариация на тему классического джин-физа. Но вместо джина, который дает вот эту вот горечь и алкогольность, там используется имбирь. Джинджер, поэтому такое звучание похожее. Коктейль готовится в шейкере, в который мы добавляем огуречный сок 20 мл. Ну, или можно просто помадлить парочку кусочков огурца. Свежий имбирь, который надо натереть. Ну, примерно там, может быть, сантиметр этого имбиря натираете. Лимонный или лаймовый сок 30 мл. И медовый сироп. У меня есть целое видео про коктейли с медовым сиропом. Можете посмотреть, там я и говорю, как его сделать. 30 мл. Наполняем шейкер льдом. И шейкуем неистово. Посвящая этот шейк вот этому комментарию. Для подачи коктейля я буду использовать винный бокал «Л'Ателье Дю Винни». Это небольшая семейная компания, которая изготавливает аксессуары для вина. Основали ее еще в далеком 1926 году во Франции. Эти бокалы я получил за 99 рублей на «Азон Фрэш». Там до 23 сентября проходит специальная акция. Оформляете заказ на сумму от 5000 рублей и получаете бокалы «Л'Ателье Дю Винни» за... Только представьте, за 99 рублей, как это сделал, например, я. Но есть и второй вариант. Сделайте заказ от 2000 рублей и бокалы можно будет получить за 599 рублей. Тоже очень здорово, я как раз планирую позже получить еще один комплект бокалов, только уже для шампанского. На «Азон Фрэш» вы сможете найти все для того, чтобы устроить, например, встречу с друзьями, а также удивить их вкусными коктейлями или лимонадами. На «Азон Фрэш» есть свежие фрукты, овощи, много разнообразных продуктов и напитков, а доставка быстрее часа или в удобное для вас время. Так что заказывайте любимые продукты, участвуйте в акции и соберите свою коллекцию бокалов. Условия акции и ссылка в описании. Отцеживаем в замороженный винный бокал. И доливаем имбирным элем или имбирным пивом, что у вас есть, примерно 90 мл. Немножко перемешиваем. И украшаем парочкой кружочков огурца. Коктейль готов. В этот раз первым будет «Виттелий». «Виттелий», да. «Примятые футболки». «Минерали натурели». «О, блин, ну да, он безалкогольный». «Далек, сомневался, не слушал». «Я проспал нахрен, все, что только можно». «Я, че, где?» «Но это очень вкусно, потому что это, как это, фьюжн называется, да, когда у тебя смешивается то, что не должно смешиваться, но при этом очень вкусно получается. Тут и легкая острота присутствует, и свежесть от огурца, и сладость медовая прекрасная от сиропа. Поэтому парням, наверное, покажется, скорее всего, сладковато. Но мне прям очень хорошо заходит, прям прекрасно, как дети в школу. Мне тоже вообще великолепно. Уже второй выпуск, по-моему, подряд, где ты делаешь безалкогольные версии, и которые вполне себе заходят. То есть это шикарный вариант, знаете, чтобы сделать большую вот такую вот бадьюна, какой-нибудь детский дачный день рождения, или даже для взрослых, если у вас есть в компании, ну, вот эти вот, как это, не пьющие. Ну, неправильные. Те, кто пришел случайно к вам, или кого позвала ваша, например, жена, то вы не можете, как бы, ей отказать. Ну, вот эти, ну, вы поняли. Вот, короче, хороший вариант. А себе, если хотите, можете, я не знаю, там, джину плеснуть на стаканчик, будет хорошо. Ну, вот, и так вообще прикольно, потому что, что вот тогда тоник, что вот этот вот имбирный эль, что если там джинджербир у вас есть, ну, или что-то такое, что вот горечь какую-то дает. Вот прям вот... Ну, вот в данном случае имбирный эль, конечно, не дал горечь, потому что у него и нет горечи. Это дал, собственно, имбирь. Мы его как бы усилили, имбирный эль. И из-за него, из-за того, что имбирный эль, на мой взгляд, сладковато, потому что мы добавили, ну, то есть, либо надо меньше медового сиропа было, либо действительно имбирный эль менее сладкий. Они бывают, я не знаю. Они разные, если бы что бывает Но имбирное пиво, я думаю, было бы слишком имбирно Так что, возможно Не знаю, для меня прям идеально И тоник бы подошел, кстати И кисленько, и сладенько И я бы не сказал, что прям супер сладенько Мне хорошо Приемлемо, да, ну и опять же повторюсь Можно под столом плеснуть себе писюлечку джина Я себе нарисовал уже другую картину Но если для вас это слишком просто Слишком безалкогольно То следующий коктейль вам понравится больше, я думаю Коктейль называется Pot of Gold Горшочек с золотом Существует несколько коктейлей с таким же названием Большинство из которых по понятным причинам Были придуманы для Дня Святого Патрика Но не этот Он на основе водки, а не виски И нифига не зеленый Хотя немножечко Коктейль готовится в шейкере В который мы добавляем Небольшое количество листиков мяты Примерно 8 штук Наш свежевыжатый огуречный сок 20 мл Ну или несколько кусочков огурца Водка 60 мл Ликер бузины 15 мл Немножечко помадлим мяту Теперь наполняем шейкер льдом И шейкуем знатно Посвящая этот шейк вот этому комментарию Отсаживаем в коктейльную рюмку И доливаем туда имбирное пиво 30 мл, не эль, пиво Немножко перемешиваем И украшаем ленточкой огурца И для завершения всей этой зеленой конструкции Просто ради прикола Немножечко абсента Пшикаем сверху Ну что, друзья, вас ждет незабываемое приключение Отлично Это коктейль не так прост, как может показаться Пока ты пробуешь Я скажу, что, если вы заметили, и вы тоже Я не добавлял туда никакого сиропа И не добавлял туда никакого лимона лайма Зато там есть имбирь Ну, огурец, понятно Единственная сладость там от бузины От ликера бузины Что-то я, короче, не понял Виталик, походу, тоже Какой-то он получился очень плоский Пресный И невкусный Пресный, это, наверное, ключевое слово И такое впечатление, как будто бы Как будто бы, я не знаю Просто норовали какой-то травы Заблондрили ее Он травяной И ты, типа, пьешь это Вот тебе в бокал это поместили И ты пьешь И при этом он плоский То есть вкус травы И все А что плоский-то? Ну, ладно, опять-таки Сейчас начнется Что я не должен спорить Да Я не знаю, кто тебе это говорит Пишут в комментариях Чего их граф спорит? Я не спорю Я высказываю свое мнение Они у них свое У меня свое Почему у нас не может быть разное мнение? У нас, в конце концов Потому что ты терпила, Павел Пока У нас пока еще не Мы не построили коммунизм Чтоб тебя шагали в ногу Короче Я Он необычный, да Я думаю, что Если просто Это первый в жизни Там коктейль Он не понравится Но я могу в нем То есть, как бы Я вижу в нем Достоинство Скажем так Он не сладкий Но я считаю, что он в балансе Во-первых Он, да Он не сладкий, не кислый Травы там много Но, опять же Возможно, этого ты ожидаешь От подобного коктейля Я бы даже джин туда добавил Вместо водки Чтобы еще больше было травы Имбир чувствуется Вот этот От имбирного эль Ну, во многом, конечно Это еще зависит от того Какой эль Этот ядреный И не особо сладкий То есть, может быть Если сладости бы добавил Может быть Было бы получше Но Я не против Такой коктейль Выпить где-нибудь В баре Или что-то такое Мне нравится Но я никому не навязываю Не нравится Не нравится Ну и пей А баба Яга Против Я и пью Он такой Горьковат То есть, там сладости Практически нет Потому что Она только от бузины И Ну, по мне Это даже хорошо Потому что Сладость плюс кислота Плюс огурец Это типа стандартно До этого все такие коктейли будут И сейчас еще Были, точнее И сейчас еще будут А это Какой-то необычный вариант С огурцом Окей Сейчас я приготовлю еще один коктейль Довольно необычный Но сначала то, что Можно промотать Напоминаю Что все рецепты в текстовом виде На сайте едим.tv По ссылке в описании А еще у нас есть Бусти Патреон И YouTube Спонсорство Там можно оформить Платную подписку Чтобы, во-первых Поддержать наш канал В это непростое время А также Смотреть дополнительные видео Каждую неделю Их там больше сотни Уже вышло На этой неделе Кстати, буду рассказывать О своих страданиях Во время приготовления Сиропа баблгам Из натуральных ингредиентов Все ссылки в описании Всем спасибо Идем дальше Итак, я делал коктейль с водкой Делал коктейль с джином Делал коктейль с ничем Осталось у нас Текила и ром Ну, с текилой очевидно Там какая-то маргарита С огурцом Все знают А давайте лучше Делаем с ромом Коктейль называется Венсеремус Переводится Типа Прорвемся Это необычный коктейль Это вариация на тему пинаколады Но без всякого там Кремов кокона Вот этого вот кокосового Зато с огурцом И кунжутным маслом Этот коктейль придумал Бармен Джи Чен Он из Тайваня Точнее, тайванийского Какого-то происхождения И победил с этим коктейлем Собственно, в Бакарде Легаси 2016 Так что коктейль интересный На нашем коктейле уже готовил Евгений Шашин Но почему бы И не сделать его еще раз Повторение мать учения Коктейль готовится в шейкере В который мы добавляем Или кокосовый ром Как некоторые называют 15 миллилитров Огуречный сок 15 миллилитров Ананасовый сок 30 миллилитров И сок половинки лайма Примерно 15 миллилитров И кунжутное масло Его нам нужно ровно Две капли Не больше Потому что если больше То получится кунжутный коктейль Оно все перебьет Наполняем шейкер льдом И шейкуем страстно Посвящая этот шейк Вот этому Комментарию Кладем в бокал Old-fashioned красивый ледяной шар Отсаживаем коктейль Через сито И украшаем парочкой Кружочков огурца Коктейль готов Кто там у нас по очереди Ты был первый Значит, теперь Виталик Да Пожалуйста А то он может не помнить этого Сначала аромат Аромат, кстати, я даже Ну, вообще Достаточно сильно пахнет Как будто бы Вот выпечкой Куда кунжут добавляет Что-то такое Две капли Две капли кунжутного масла Блин, как мало И какой сильный эффект Вот, наверное, больше точно не надо Добавлять Там еще Он, по-моему, когда я готовил сам Он капнул сверху То есть, типа, он приготовил коктейль без него И сверху капнул масло О! А он действительно Он вообще не сладкий И вот первая ассоциация Которая у тебя возникает Когда вот ты только сам запах Почувствовал аромат И ты такой Блин, сейчас будет типа что-то сладкое И вообще не разумеет Сладкое Это прям геометральная Противоположность Того, что ты ожидаешь Ну, он достаточно свеженький Такой, хороший И Он не крепкий При этом чувствуется Где-то на заднем плане Некрепкий Я бы сказать, поспорю Ну, ощущается, по крайней мере Как некрепкий И вот где-то на втором плане Там Ну, такие вот Как косика Там есть кокосик, да Очень приятно Он такой Маслянистый Какой-то немножечко Ну, маслянистый Может это поощущить То есть, вряд ли Там две капли масла Дали маслянистую текстуру Это скорее Именно от аромата Вот от вкуса этого Что ты скажешь? Я бы, знаешь, даже добавил туда Одну каплю масла Потому что Ее Ноль Очень Не, ну ноль не надо Это на самом деле Очень интересно И вот Вся вот эта Совокупность вкусов Мне очень напоминает Знаешь, какую-то Слойку Внутри которой Находится Опаленый ананас Вот То есть, именно Вот этот вот ананас Гриль, короче Потому что ананаса там как раз нет На гриле А, есть, подождите Вот Сок, сок Я не особо понимаю Да Вот А мне прям вот ассоциация Именно вот с ананасом Который вот так вот На гриле Хорошо пожарили Вот И вот добавили В какую-то вот Слоечку Булочку И так далее И тому подобное Короче, коктейль этот Интересный Опять же Из серии Для тех людей Которые уже попробовали Все и хотят Чего-то нового И вот это И есть явно Что-то новое По вот оценке Типа Вкусно Не вкусно Он Ну скорее Ну такой Ну типа Средненький Вот Но с точки зрения Ощущений Которые И впечатлений И эмоций Которые я получил От этого коктейля Он Сильно выше Среднего Находится То есть Его интересно Вот один раз Попробовать Получить эту Массу впечатлений Вот эту Палитру Вкусов В своей Пасте И тогда Будет Хорошо Я добавил Сейчас еще 10 Малибу Типа Типа Послаще Чтобы было Интересно Получится Что-то из этого Послаще Лучше не стало Не хватает Надо было Не малибу А сахарный Сироп Или Кокосовый Да Кстати Не знаю Как по мне Немножко Ананас Чуть-чуть Теряется Но В целом Кислинка Присутствует Он стал послаще Но малибу Он такой Типа Плоский Сам по себе А у нас Когда у нас Было слепое Тестирование Что выиграл Малибу Или нет Я не помню У нас были Кокосовые Ликеры Я помню Сравнение Можете посмотреть Да Попробуйте Вот это Я бы рекомендовал Попробовать Особенно Если у вас Есть кунжутное Масло Которое Купили Это интересно Но да Я согласен Что это не Для начинающих Типа Не для тех Кто хочет Что-нибудь Типа Пинаколады Нет Вообще Нифига То есть Это что-то Типа Это даже Непонятно Что это И тип Но по сути Все вкусы Те же Кроме Кунжута Типа Кокос Аданас Ром Да Но они Совершенно Другие За счет Кунжута За счет Возможно Пропорций За счет Еще чего-нибудь Там все Совершенно По-другому Это ощущается И это Прикольно Мне вот эта Вся история Напомнила Какие-то Вот эти Азиатские Нотки Типа Таиланд Там Еще Кто-то Ну вот Кто Отдыхал В азиатских Странах Он поймет Потому что Там вот Везде Добавляют Это масло Ну не везде А много Где Вот И у всего Такой вот Ананасово Какой-то Кокосово Какой-то Непонятный Такой вкус Очень похоже Очень похоже Действительно Может быть Тайваньский Ну собственно Джи Чан Он я так понимаю Можно посмотреть Есть на ютюбе По-моему Это выступление Его полностью И он по-моему Рассказывал Как раз про то Что Это типа Сам он не родился На Тайване Это его какие-то предки Или он там Ребенком уехал оттуда Но вот эти вот Мотивы все Он значит решил Это вот все Воспроизвести В коктейле Вот такое у нас Получилось видео Спасибо что смотрели Ставьте лайки Подписывайтесь на нас Везде где найдете В телеграме в первую очередь Ну на бусте Патреон И ютюб спонсорство Тоже Подписывайтесь Если можете У Феникса Есть свой канал На ютюбе Можете на него Подписываться тоже Он там рассказывает Про разные музыкальные группы Преимущественно Рок, панк и металл У Виталика есть квест Самый технологичный в мире Затерянный во времени Про путешествия во времени Машину времени Там все круто Технологично Ссылка в описании Приходите Говорите Виталику На ушко Едим ТВ И он вам сделает скидку Если там будет Виталик Если это будет не Виталик То тоже говорите на ушко Прикольнемся И как я уже сказал Все рецепты в текстовом виде По ссылке в описании На сайте Едим.тв И спасибо сайту Лудинг.ру Да, почти все Что мы сегодня использовали Ссылка в описании Можете переходить на их сайт И по промокоду Едим.тв Скидка 35% Распространится на все Что там есть Ну кроме того Что уже под скидки Там спеццена Бест прайс На это не будет На все остальное будет И конечно же До новых встреч Через неделю Пока Берегите себя И своих близких Совершенно верно